В Кубке корабельной стороны по дворовому футболу участвуют четыре команды. Игроки поделены по принципу места жительства – улицы Жедилова, Горпищенко, района Малахова-Кургана. Присоединилась и сборная Нахимовского района. Такие игры в Севастополе проводятся третий год подряд. А началось всё с мамы, у которой сын играл в футбол. Я просто побывала на многих играх во многих городах нашего Крыма и смотрела, насколько не только профессиональный футбол востребован, а детки просто с обычных семей, с обычных дворов, которые не занимаются футболом, но тоже очень хотят попробовать, играть. Собственно, иногда так и рождались и звёзды, которые потом шли в футбол уже профессионально. По словам организаторов, в дворовом футболе нет ни возрастного ценза, ни какого-либо другого ограничения. На это поле может выйти любой житель Севастополя. Вернитесь домой! Отворот! Конечно, у нас нет профессиональных тренировок. У нас есть игровые моменты, мы отрабатываем какие-то отдельные фрагменты игры. Ну и, конечно, это массовость. То, что здесь играют все. Однако команды формируют сами участники, которые утверждают, агрессивных и любящих вернуть крепкое словцо не берут. В первую очередь должен быть человек отзывчивым, спортивным для сложения, подружиться всей командой и не сильно маленьким. Единственная девушка здесь, Диана Бабенкова, не нарушила ни один из этих критерий. Влилась в команду парней легко и стала ее украшением. Диша, как здесь называют белокурую футболистку, входит в состав сборной команды Севастополя по регби. Рассказывает, спорт ее привел старший брат. Я с братом приходила, играла на поле. Просто мяч пинала, как-то понравилось. Я люблю проводить время со своими друзьями на воздухе. Дома сидеть там, в телефонах. Не очень прикольно, не развивающееся. Диана в этой игре завоевала титул «Надежда футбола». Лучшим вратарем признан Клим Малязин, а лучшим игроком – Дмитрий Небавский. В командном зачете третье призовое место досталось сборной команде района Малахова-Кургана. На втором – футболисты с улицы Горпищенко и обладатель Кубка корабельной стороны – команда улицы Жедилова. Ирина Шестерикова, Дмитрий Сидоренко. Новости Севастополя.